Делаю запись прямого эфира, который делала сегодня «Хатайк по городу». К сожалению, они перестали сохраняться эфиры в Инстаграм, поэтому я переснимаю всё с экрана. Стою задом. Всем привет! Всем привет! Всем привет, привет! У нас тут, чтобы выехать, нужно совершить... Да, да, привет из магазина. Проедемся по городу, поболтаем. Ой, просто когда одна дома, это как один дома. Всем привет, привет! Кто там, кто там? К нам, Игорёк. Связь неустойчивая, к сожалению. Это мой мобильный интернет МТС. Поэтому качество картинки, посмотрю, не очень. Всем привет! Из весеннего Магадана. Посмотрите, какие у нас дороги. Ну, наверное, у кого весна, те знают, у них такие же дороги. Вот так вот сейчас на улице. Сыпят реагентами, хотя мясовая температура, я не знаю, как у кого, у нас вот так. Так, автобус приткнулся. Ай, ты молодец, тут дорога такая узкая, стоять нельзя, но ты молодец. Нарушаешь, товарищ. У кого как дела? Рассказывайте. Я не надолго, а чисто показать наш город. Видите, какая погодка, да? Привет, девчонки и мальчишки. Просто прокатимся по такому грязненькому Магадану. Снег, конечно, выпал и немножко припорошил всю грязь. В общем, так красиво вокруг, но на дорогах я машину помыла в прошлый раз. Сейчас будем как поросята, как и все, как и многие. Рассказывайте, какая у вас погода, какие у вас погоды. Я понимаю, что здесь, наверное, больше погоданцев и Дальнего Востока, потому что сейчас все спят, а я пока еду. А, в Новосибирске? Ну, у вас утро. Доброе утро. А я почему-то думала, что Игорюк, это Магадан. Я вообще очень запуталась в своих подписчиках, которые на Ютубе и которые здесь. Благодаря Ютубу, наверное, у меня много новых в Инстаграм, и я путаюсь по никам, кто есть кто. Не, ну, основных-то я знаю, конечно. Ну, кого-то путаю. Так что простите и Новосибирску привет. Просто есть один мальчик еще с Магадана, Игорек у него, ник. Ну, видимо, по-другому пишется. Вы там понапишите всяких цифр. 98, 22, только 11. Каждый, наверное, сам знает, что обозначают эти цифры. Кстати, а какая новосибирская погода? У вас зима похожа на зиму? Морозная, снежная? Или у вас так себе в этом году? А, вот в чем дело. Вот видишь? Тогда я поняла. Просто сейчас, наверное, в путешествии, да? Понятно. Так, ладно, я буду показывать наш город. Пока машин нету. Вот хорошо сейчас в это время, где-то около 12 дня, может, как полдень называется. Народу не так много. Все на работе, все на работе. А на дорогах вон что творится. Да, да, я согласна. И для обуви плохо, и для машин тоже плохо. Потому что обувь... Ну, портить обувь вот этой гадостью, реагентами, ладно? Просто грязь, господи. В больнице там плохо. Сочувствую. И желаю выздоровления и лечения правильного. Да, здесь, конечно, жутики. Грязище. Сейчас, наверное, везде грязище. Что в Новосибирске, что у нас. Если бы морозы были, да? Так, вроде к Сибирь, да, Сибирь. Но вот и такое время. Ну, еще же не совсем весна. Мне кажется, что Сибирь, мне кажется, это всегда так много снега и холода. До апреля. Еду по тем же улицам Магадана. Мне нужно в район Чайки. Поэтому едем по центру. Это самый такой удобный и нормальный вариант. Видите, еще по краям остатки белого снега. А здесь посредине Кизя-Мизя. Ааа, вот такое у нас. А какие сосули? Вы видели, какие сосули на здании? Вау. Погода хорошая. Честно, не посмотрела, сколько градусов. Но я из машины ныряю. Я без шапки и без рукавиц. А народ смотрю. Он в капюшончик, как и в шапочках. Молодцы. Молодцы, потому что все равно где-то продует и заболеть может. Поэтому лучше себя беречь. И не равняться на тех, кто без шапок. Вот такой у нас Магадан. А завтра я лечу в Москву. И там такая погода странная, непонятная. Вроде говорили, что зима была теплая. И тут снегу навалило. Товарищи, кто будет посматривать одним глазом наш Магадан и меня, напишите, в чем ехать. Не могу найти. Тут я у меня с переездами обувь и одежду осеннюю. Сейчас еду на другую квартиру искать обувь. Потому что мне сказали, что на Меху в Москве в зимних ботинках жарко. Это правда? Пишите, пожалуйста. Но сейчас собираюсь в чем вообще лететь. Даже ума не приложу. Я привыкла к нашей погоде. И когда такие резкие перепады, то вообще очень трудно придумать и вообще понять, как и что. Я собралась в зимние курки ехать. Мне тоже сказали, что жарко там. Я не знаю, как это жарко. Это плюс сколько. Я просто вот живя в Магадане, да, мы привыкаем ходить там в чем-то. И мы знаем, как по какой-то определенной температуре одеваться. И мне даже все говорят, там плюс пять. Я не помню, как плюс пять одеваться. Когда мы постепенно перейдем к этому плюс пяти, тогда я буду знать. Сейчас даже не представляю, как это жарко, да? Загорать можно. Или плюс десять. Или когда дождь идет, а ты в зимних ботинках. Короче, я чувствую, я поеду голая. Я ж магаданка. В купальнике. Сегодня смотрела картинки Талой. То, что делает Басанский. Как он отремонтировал Талу и нагнал туда рабочих. По-моему, сто человек стоили. Ну, я сюжет смотрела от магаданского телевидения. И, конечно, здорово. Кто знает, что такое Талой, это курорт в Магаданской области. Ну, примерно в 300 километрах вглубь области. И там обалденные грязи, минеральные воды. И классное лечение. Массаж, лыжи. Я все время ездила в апреле, когда могла взять путевочку в это место. И, конечно, нам, чьющим людям, у которых болят поясницы, спины от работы. Курорт Талой очень выручал. Учитывая, что у нас путевки в области были от здравоохранения. То есть для нас, жителей, они были бесплатные. То сейчас, когда Басанский сделает этот курорт, я не представляю, какой ценник будет на лечение там. Потому что это санаторий, естественно. А не просто дом отдыха. Вот, поэтому даже не представляю. Но вот посмотрела, насколько красиво, что там сделали. Какие коридоры, знаете, как сказочный дворец. Ну, в общем, в стиле Басанского. Кто знает, что такое Басанский? Это тот, который сделал палатку. Там фонтаны и так далее. У меня есть видео про палатку. И в интернете, наверное, очень много этих видео. С фонтанами, со светильниками. Или, как они называются, фонарями. Красивейшими. Ну, как мини. Да нет, не Швейцария, конечно. Там до Швейцарии далеко. Но, тем не менее. Так вот, он денег много взялся за талую. Она не работает уже какое-то время. И вот я только увидела эти фотографии офигенные. Хотелось бы съездить в этом году туда. Но, так как там ремонт, увы. Я езжу в апреле. Мне очень нравится там ходить на лыжах в апреле. Купальники. Кто меня знает давно, тот в курсе этого. Там, наверное, те, кто приезжают в апреле, все загорают в купальниках. И тоже приезжаешь. Такой Магадан весь загорелый и красивый, да. А, вот показывает немножечко города. Вот опять грязь. Опять фу, да. Ой. Ты езжу по делам. Сегодня у меня день дел. Нужно собраться в дорогу. Приходится по этой кисемиси и грязи мотаться. А завтра, москвичи, встречайте меня цветами, оркестром. Хотя я проездом не в Рязань надо. Ну, тогда в Рязани меня вечером встречайте. Ну, еще увидимся в самолете, я думаю. А пока я думаю, проскочу ли я на этом перекрестке. Машин много, вот это по центру ехали немного было, а сейчас. О, поехали, поехали. Ну, и я в районе Чайки. 200 раз уже здесь ездили, но, тем не менее, кусочек города. Еду к сестре за племешом. У меня, кстати, племянников. Сколько? Раз, два, два. Два племянников, мне надо одного забрать, он мне поможет. Вот это вот наш райончик. Так, ну и все, и на этом я с вами прощаюсь. Такой небольшой эфирчик буквально по нашему городу. С немного уходящей связью. И на этом пока-пока-пока-пока-пока. Я еще не ушла от вас. Я не ушла насовсем. У меня работают дворники. Знаете почему? Потому что пока я ездила, начался снег. И он идет такой густой-густой. Смотрите, какая красота. Температура, по-моему, минус 7. И тает, тает. В машине тепло, и поэтому окна вот так в воде. Это у меня в каплях. Смотрите, какая прелесть. Точнее, прелесть, что тепло, но не прелесть на дорогах. Это вообще тушит свет. Это вот чистый эфир о погоде в Магадане. Весна такая разная по всей нашей стране и не только. У кого-то уже цветы садут. Цветы садут. Сады цветут. А у нас вот снег идет, и вот невозможно ехать даже без дворника. Видимости никакой. Так что, у меня же я вот все еще в пути дороги. Обожаю ездить на машине. Это просто у меня такая слабость. Машин, вау, время обеда. Что-то я не подумала, что сейчас обед. Надо было немножко по другой дороге ехать. А, здесь не видно, да? Вот они, вот они. Машины. О, а что это он встал, мужчина встал? Что-то удивительно. А, у них уже интересно, да? У нас еще зеленый светофор, а у них... Нифига себе, смех. О, я поеду вот сюда. Какая красота. И вот смотрите, он прямо на окна, на стекла тает. Не, когда не пешком, то хорошо. Вот такой у нас. Магаданчик. А ноги у меня в машине мерзнут, потому что в машине... Вот я аж хожу туда-сюда. О, привет, привет, девчонки. Рядом. Ну, догони меня раз рядом. В машине мерзнут ноги в зимних ботинках, потому что внизу вода, то есть тает. А когда не тает, замерзает лед. И у меня на коврике и лед, и вода, и ноги в ботинках. И я уже замучилась вытряхивать. Да, Лен, тоже пешком гуляешь, да? В смысле, ты пешком, я-то не тоже. Погодка сегодня, да, классная. Нет, с утра еще не предвещала, что весь день будет. А, ясно. Ясно. Я вот по городу, по делам. Поеду на урожай, рыбки куплю. Магаданской. На Рязань, друзья. Не подумала, что сейчас пробки. Но с утра не успела. А вот сейчас время обеда, и, конечно, на машине домой едем. Пробочки, оказывается. Я вот по... Это Пушкин же, да? Давно не было такого вот, чтобы в пробочках стояло. Я понимаю, там по центру. Оказывается, здесь тоже как-то не очень. Это район Металлиста. Для тех, кто знает этот район, для магаданцев, которые уехали с Магадана. Металист. И перекресток с улицы Дзержинского. Вот стоим мы. И мы стоим пробка. Да, это как красиво. Товарищ, некогда, некогда. Стой, бегом, бегом. А я всегда красивая. Да, пробки. Ну, потому что обеденное время. Еще, мне кажется, сделали этот светофор на Ленина. Очень неудачный. Типа, они разгрузили какую-то там развязку возле вокзала. Добавят этот светофор. Но нам так неудобно стало. Я не знаю, как вам. Мне, например, не очень. Кто там у нас еще присоединился? Мы катаемся по Магадану. Вот по такому снежному. Снег идет и тает. И то ли снег, то ли дождь. И я не знаю, что и дороги мокрые. Ноги такие же. И без дворников я никак не могу обойтись. Потому что стекло то в снегу, то в каплях. Видимо, это же плохая. Поэтому, если дворники махают, я не виновата. Кто там присоединился посмотреть Магадан. Это Магадан. Вот такой он у нас. Мартовский. Какое сегодня число? Господи. Так, 17. 17 марта. Уже средина марта уже. И вот. А у нас еще снег. Минус 7. Не, может я что-то путать. Я не смотрела. Это мне племянник сказал, что минус 7. И очень тепло. Руки не мерзнуты, слава богу. Так, мне направо, наверное. Поеду я в правую часть рынка урожая. Последнее время столько дел, что я даже видео не успеваю монтировать на YouTube. Поэтому простите тех, кто ждет их. Мне некогда. Вот сегодня постараюсь сделать два видео про горнолыжку. Это утренок урожай. А это я. Постараюсь смонтировать. Начала с утра делать, а весь день дела. Вот сейчас домой приеду, поищу одежду на вылет. И доделаю видео, чтобы освободить компьютер и телефон для следующих съемок. Потому что буду снимать, думаю, что в дороге. Ну вот рыночек. Это мы приехали. Я дальше уже снимать не буду. И поэтому я с вами прощаюсь. Ну, до следующего раза. Наверное, поеду домой еще вам поснимаю. Наверное, по Гагаринам проедемся, да? Поэтому смотрите следующие сторис. Ну все, до следующих встреч. В следующем сторисе я вышла за рыбой. Я завтра полечу ненадолго, на 2-3 недели. Но думаю, что недели 3 я буду в Москве и в Рязани. Вот, мне ребеночка хочется увидеть, и по делам. Посмотрим, какая там погода. Но об этом позже. Все, давайте. Здравствуйте, снова я. Снова я. Посмотрите, какое окошко. Вот видите, видимости нет. Это все капельки, капельки. Вот, вот, вот. Вот, давайте я, наверное, сниму камеру и покажу вам. Вот, посмотрите, как красиво. Привет, кто присоединился. Проедемся по городу. Ольга, привет, на работе, наверное, сидишь. А я вам машу рукой. Я еду дальше. Да-да-да. Мне так нравится. Вот, 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 вот. А если я сделаю вот так вот? Конечно. Вода, вода, вода. Это уже о чем говорить? Что уже скоро? Это я камеру устанавливаю. Повыше. Повыше. И... Это опять я, наверное, соскучились по мне. Так. Поехали. Сейчас я вырублю. Мы едем с рынка. Урожай, урожай. И потечет прямо, вот, погода такая все прям тает, тает. Смотрите, без дворников оно никак. Вот, раз, и что-то видно, да? Поехали проедемся опять. Так. По какой дороге мы не ездили? Ну, по Гагарина 300 раз ездили. По... Ох. А поехали съездим на смотровую площадку. Что-то я давно там не была. А почему бы и нет? А почему бы и нет, да? Прокатимся. Ой, какая кисемися. Вот с утра я еще ездила, такого не было. Сейчас просто жутики. Жутики. Да, привет из Магадана. Третий раз здороваюсь уже. А потому что мотаюсь по городу, думаю, чтобы не скучно было. Дай-ка я поговорю. Мне очень жаль, что сейчас не сохраняются эфиры в Инстаграме. То есть, если раньше я что-то снимала, и они сохранялись... Ой, Господи, сколько же вас тут ходит, как-то так вот неожиданно. А сейчас нет. Просто очень жаль, очень жаль. А еще я давно не была на Мамонте. А я съезжу на Мамонт, потом мы через площадку смотровую или через парк прокатимся. Да? Аленка, привет. То есть, идите там на работе, а я вот за вас тут катаюсь. По Магадану. На, привет, Саша. Тоже вижу тебя как-то здорово. Машу рукой. Это я, это я. Я стою в ее звездке и пытаюсь повернуть в сторону. Ездим, посмотрим на море. Что там у нас на море? Давно не была. Как-то так столько дел. Наверное, последний раз прилично выезжали. Мы на горнолыжку. Когда? Когда это было? Когда это было? В начале марта. Когда были проводы зимы, мы вышли на горнолыжку. Здорово было. Так, а это вот... И все, у меня больше времени не было вот так вот мотаться за эти две недели. И чего-то там снимать, показывать. Вот так у нас сейчас снежно. Посмотрите на небо. Нету ни сопок, ни моря. Я так думаю, что мы там ничего не увидим. О-о-о, вообще, это потому что снег идет. Это не окно запотевшее. Это там вода немножечко. И не могу делать два дела. И читать, и ехать. И на перекрестке еще можно, за рулем, конечно, нежелательно это делать. Едем на Гаева. Поснимали, да? Повтораривай быстрее. Будешь скоро скакать. Так. Так, и вот посмотрите на море. Море. Где, Одуо? Оно все белое. Еще долго, наверное, будет лед. Так, не хочу я ехать на Мамонта. Там, наверное, ничего интересного. Поехали теперь. У нас теперь есть другое место, где отдыхать можно. И где тусить в свободное время. Вот здесь еще идет строительство. Видите, вот это все огорожено. Это строительство. Продолжает зону отдыха. Маяк, парк, который здесь будет. Надеюсь, деревья в Бонасаде. Я сейчас заеду или встану. Буквально несколько минут. Сейчас подпрыгнем. Ах, это что-то тут провалилось. Так, чуть-чуть погуляем. Я, правда, без всяких палок селфи и так далее. Но вот капельку-капельку прогуляться нужно. Припаркуюсь немножечко передом. Пока разглядываете, чего как. Вот у нас по наоперацию. Да, надо, надо. Ну, должно же быть, да? Желаю тебе удачи в этом деле. Потому что ножки и ручки – это наше все. Так. Так, я без шапки, я гулять не планировала. Поэтому я ненадолго. Хоть на улице и тепло. Так, пока читаю, что написали. Чем-нибудь пройдемся капельку. Снег идет. Так, спокойно-спокойно. Хорошо-хорошо. Так, одену капюшон на всякий случай, чтобы голова не намокла. Не хватало мне дорогу. Район Нагаева. Вот этот дом, по идее, надо покрасить. Потому что, сами понимаете, если он такой ободранный, здесь вот люди будут гулять, и вот такой вид, конечно, не очень, да? То есть они его приведут в порядок, эти управляющие компании. Здесь будет покрасивее, да? И людям приятнее намного жить в таком доме. Здесь остановка, видимо, будут автобусы ходить. Ну что, гульнем, машину я закрыла. Сейчас проверим. Подождите, вроде все делаю машинально. Вот, снег. Самый настоящий снег. Здесь он еще не скоро, наверное, растает. Это я. Капюшоне. Капюшоне. Мне лично здесь нравится, что бы ни говорили люди, которые вечно всем недовольны, диванные критики. Мне кажется, летом вот здесь будет просто классно. Потому что это сейчас зелени нет, и кажется пустынно. Но всегда, когда что-то новое открывают, одним нравится, одним не нравится. Здесь вроде в туалеты будут и какой-то, не знаю. Мне бы хотелось, чтобы здесь было кафе, потому что посредине так. Но здание маленькое для кафешки. Вот там, наверное, будет ресторан. Ну, это так говорят. На самом деле, я не знаю, кто знает, напишите. Народу гуляет много. Ну, и хотела море же посмотреть, что там. А там все завалено снегом. Белым-белым, бухты не видно, сопок не видно, вообще ничего не видно. Да, погода сегодня отличная, чисто погулять. С колясками, с детьми, просто прелесть. Ночами, вечерами, вот включают вот эти штучки, фигурки. Они горят огнями. Это медведь. Там дальше есть два оленя. Давайте прогуляемся. Привет-привет. Гуляйте со мной по Магадану. А то я так редко делаю какие-то сторис. Ну, перестала их делать, то, что эфиры не сохраняются. Жалко. То есть, это такая нехорошая функция сделали в Инстаграме. Так они сохранились. Можно из них потом видео сделать. Да и вообще, мне на память. А так оно все исчезнет через 2-4 часа. Очень жаль. Вот эти штучки красивые, эти нездоровые. Интересно, в них народ пробовал залазить. Они сделаны из металла и вплетены лампочки. И они горят, конечно, создавая силуэт, контур. Слушайте, чудесная погодка. Просто прелесть. И снег скрипит, да? Вау! Вау, вау! Здорово-то как! Так, мне надо ехать домой, к сожалению. И сегодня... Я просто разглядываю, что тут есть. Да, да! Весна у нас потерялась. Это точно. Вот этот маяк. Вот я его приближу. Покажу. Кто не видел, на новую зону сделали для отдыха. Я думаю, что ее доведут до ума, хотя уже все хорошо. Это просто все под снегом. Будет больше зелени, будут кусты, деревья. Вот точно так же, как сделали чуть дальше там, где Мамонт, морской сквер. Там же тоже все посадили, все расцвело, красиво стало. Ой. Я бы с научным гуляла, если честно. Но, увы, у меня сегодня столько дел. Я переезжала с квартир на квартиру, и мне потерялась обувь вся. Вижу, да? Ну, как потерялась? Я просто перетащила несколько коробок в квартиру подруги. Вот я только нашла там все. Поэтому пойду складываться, собираться, и завтра Москва встречай, и Рязань жди, рыба куплена. Будем лакомиться. Нравится, как вот построили, да, в таком стиле. Коричневая, желтая. Вот такой дизайн, с этими крышами, с палочками. Такое натуральное дерево. Здорово. Так что ждем лето и весну, и увидим, что здесь. Вот эти посажены деревья, чтобы их не утоптали. Вот если было много, да, снега, ну, конечно, верхушки были видны. А так как снега в этом году практически ноль, то их практически всех видно. Высокие они, да? Ну, какие-то мелкие. Обычно деревья выкакывают, они пышные. Ну, по весне, наверное, посадят. Я не знаю. И там вот много посадили. Это я разглядываю. С вами гуляю, разглядываю. Сколько? Да, 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 да. Снег. Просто кайфово гулять по снегу. Да. И тепло. Тепло. Не сильно холодно. Ветра нет. Вообще у нас такие перепады с погодой. Буквально вот несколько дней назад был такой ледяной ветер. Вчера он срывался, позавчера, знаете, на улицу не хотелось выходить. Выходишь, такое ощущение, будто где холод. Осень, и не зима, и не весна. Сегодня здорово. Так, простите меня за голову. Вообще не поймешь, что на голове под этими то шапки, то без шапки. И вообще, и кошмар. Поэтому, поэтому поехали дальше. Чтобы не смотреть на меня, будем смотреть. Ах, будем смотреть по дороге. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Так, покатились, да? Так, Мила проснулась. Привет, Людочка, смотри уже. Сибирь просыпается. Поехали дальше, но уже в сторону дома. Я, наверное, поеду уже не по городу. Но здесь еще красиво вам покажу немножечко нашего белого снега. Кто по нему соскучился, я знаю, что всем зима надоела. Если честно, я так люблю зиму больше, чем весну. То, что у нас весна не такая, как на югах. У нас она длительная, такая затянутая. Ух ты, поставили кофе пить. Здорово. И весну какашки, все это расцветает. Короче, такая грязища. Вот не грязь та, которая грязь по весне, а именно грязь от людей, которые оставлены. Поэтому я весну, наверное, меньше всего в Магадане люблю. Но все остальное время года, в принципе, я люблю, но не так вот или не чисто, когда. Когда зеленеет травка, везде порядок наводится, и когда цветы распускаются. У нас же цветы летом распускаются, поэтому я люблю лето. И лето в Магадане, наверное, больше, чем где-то, потому что оно не жаркое. Так, и мы едем уже как бы на окраине у берега моря. У нас тут справа какие-то организации за забором. Слева жилищные комплексы на Приморской, строительные, кооперативные тут дома есть, строили МЖК и так далее. О, какие красивые скворечники я проехала. Здесь гаражи и частный сектор, остатки частного сектора. Слева что-то строят. Ой, не могу показать. Это я уже прилечу, потом будем гулять, если будет время. Там мне выпускные надо шить. Ой, товарищ, у меня даже нет мастерской. Вот если говорить о работе. О, Рязань на связи. Привет, Люда, я завтра прилечу. Мы сразу не увидимся, потому что у меня куча дел, но мы обязательно встретимся. Я буду 2-3 недели в Рязани. Так что, почему вы не спите? У вас уже раннее утро, да? Надо будет хоть бездуматься быть. Чтобы красиво ехать. И что там с погодой? Снег обещают. А-а-а, сейчас, наверное, везде такая весна снежная. Смотрю, то у одних снег завалил, то у Москвы снег завалило снегом. И москвичи, которые были балованы теплой зимой, сказали, а-а, снег, какой ужас, похолодало, они уже ходят в купальниках. Так, о работе. Практически не шью. Нет стола. При переезде один выкинула, один задарила. А, точнее, два задарила. Выкинула полки старые в надежде, что куплю новые. Кроить шить не, на чем и негде. И знаете, когда нет возможности шить, оказывается, ты так соскучиваешься. У меня, во-первых, куклы меня ждут очень. и так, это я просто махнула. Смотрю, кто подходит, кто подходит, кто вообще смотрит нас, кто вообще гуляет со мной по Магадану. Так вот, соскучиваешься по шитью, куклы ждут, клиенты ждут, а я все это сложила на неизвестное количество времени. Пока машины нету, выезжаю на, как это улица называется? Новая? Нет, не новая. Здесь тоже что-то за заборами, но мне в этом районе сейчас нормально так жить. Это называется Полярная, точно Полярная. Там дальше Новая это Полярная. Вот. Ну, она такая безнная, как будто на ней ездят машины, которые такие тяжелые, и если тебе быстро надо что-то объехать, то вот по этой улице добираешься куда-то. Так, ну так как здесь смотреть нечего, Магадан неинтересный, то снова я. То снова я. Здравствуйте. Что у меня на голове? Господи, 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 ощутение. Так, не обращайте внимания, такая я же сегодня красивая. Я просто замученная. У меня с 1 марта такой режим жизненный очень тяжелый. Я за неделю собиралась, там паковалась и возили каждый день с утра до вечера. Ой, не было жилья, негде было жить, потому что наша квартира вторая занята. короче, не хочу даже об этом рассказывать, устала. Я так устала, что еще ходила в одной и той же одежде, потому что я, оказывается, не помнила, куда я что спрятала. Тут стираешь на ночь, одеваешь то сам. Смотрите, девушка, которая любит одеваться, которая любит вообще менять одежду, в общем-то. Я люблю спортивный вид и удобную обувь, но тут я хожу в одном и том же, в одних ботинках, в одних штанах, в одной куртке. Я забыла, куда я что распихала. Оказывается, когда носили эти коробки и сумки, все это распихалось по трем квартирам. Товарищи, это кошмар. Ну, в общем, сегодня я только нашла одежду, поэтому чувствовала себя, наверное, с 1 марта, с 2, с 3, вот две недели бомжем без ничего, без жилья. Товарищи, пипец, переезд, это что-то с чем-то. Это с квартиры на квартиру. Вот, надеюсь, сейчас уеду, у нас Сережа все расставит, помоет и все будет красиво. Дома Анжела, привет, на всю готовую мне купят новый стол и я буду работать. Потому что я очень соскучилась по шитью, мне очень хочется пошить. У меня есть одно выпускное платье офигенное, прям руки на него чешутся, оно такое, знаете, от какого-то дизайнера-модельера, но как всегда нам приносят картинку дорогующее платье, хотят его, конечно, подешевле, но оно все равно достаточно дорогое и мне интересно с ним будет поработать. Ну, а помимо этого еще есть такие заказы, которые хочется пошить. Скоро же лето и нам тоже надо готовиться к лету и вот у меня сейчас все это приостановлено, хоть понемножку шило. Ой, к сожалению, некогда занимался остальными профилями. Ой-ой-ой, это у меня такая смс-ка, ну, в WhatsApp-е, поэтому не обращайте внимания. Некогда заниматься и показывать. Вот раньше как-то хотелось что-то шьешь, показывать, чего-то, но не то, что утвердиться, нет, вот хотелось просто поделиться тем, что ты умеешь, что ты шьешь, поэтому вот на сезоне я всем этим делилась. А сейчас шью я, умею шить, все, и там все, и как-то нету даже желание порой хвастаться, знаете, может быть, это прошло, Ира, привет, ты там, я смотрю, своим куклам вяжешь, так много шьешь, вообще так здорово, а у меня вообще руки, не успеваю, не успеваю. Я уже приехала домой, на Лукс обитаю пока в этом районе, ну, на нашей второй квартирке, поэтому вот, чешутся руки, хочу жить, поэтому надо быстренько слетать и приехать, и еще пожить, тогда осень, а потом или в отпуск, или посмотрим, вот, поэтому вот, так, ну все, прокатились немножечко, я вам заодно рассказала о своих делах, а то просто как тут, некогда, это я вместо зеркала используюсь, ну, мы же девочки, потому что, за это надо, что-то посмотреть, некогда же общаться, разговаривать, я практически не читаю, спасибо за сердечки, как я всегда говорила, когда сердечки, если бы каждое сердечко, еще порублю, порублю, у меня даже столько сердечек было, и столько денег, ой, шучу, раньше почаще я писала, читала, мне сейчас вообще инстаграм, я столько, наверное, пропустила инстаграмной жизни, у кого чего творится, и кто чего, вот такая у нас связь, вроде сижу возле дома, у меня здесь тоже вай-фай, и может быть оно переключилось, связь, потому раньше, как-то вот, больше, больше чего-то показывала, сейчас такая лень, а может это старость, а вот расскажите, вообще ужасно, так, все это все выключаю, так, ну что, пойду и домой, буду собираться, еще на два ролика заделать, и придумать, чего, куда и как, я на связи, если что, пишите, кому интересно, кто мне хочет встретиться с цветами, я буду в Москве тоже, я дела сделаю в Рязани, и приеду в Москву, так что, кто хочет повидеться, повидимся, ну если будет время, и в Рязани, конечно, повидимся, мне там много уже девчонок, с которыми я общаюсь в инстаграме, и те, которые сезона, Людмила, сейчас смотрит на работу, наверное, собирается, и Алла, Алла, уезжает, да, до 1 апреля, если этот коронавирус, вам все не испортит, тогда мы увидимся раньше с тобой в Рязани, да, вот, ну все, девчонки, давайте, и девчонки, и мальчишки, всем хорошего дня, настроения, а я пошла домой собираться, если что, я на связи, и у меня все хорошо, главное, не болеть, пока, пока,